Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! У нас нет детей, и наши многодетные друзья, вернувшись из паломничества по святым источникам, подарили нам вот это средство, которое лечит бесплодие, с пожеланием, чтобы в старости было кому стакан воды подать. А пожелания, чтобы в старости было кому хлеб желать, высказано не было? Странно. Почему-то все те, кто говорят о необходимости детей в семье, про воду помнят, а про хлеб забывают. Непорядок. Надо показать им фильм нахоленок, чтобы про хлеб не забывали. Погоди, погоди, дедулюшка! Вот выпадут у тебя зубы! Я тебе желать не буду! Лучше не проси! Сегодня мы поговорим о том, кто подаст стакан воды современным бездетным старикам. И кто им подавал эту воду раньше? Кстати, что за средство от бесплодия нам подарили наши друзья? А, тут формула написана. Ха-ха-ха-ха! Похоже, это оксид водорода, подвергнутый действию христианского религиозного обряда. Ну и что тут такого? Еще название источника было сказано устно, но мы его забыли. Запомнили только, что помогает при бесплодии. Да, но а против какого именно бесплодия это? Ну вот и не сказали. А разве бесплодие бывает разное? По-моему, бесплодие это когда нет детей. А дети они или есть, или их нет. Разве не так? Так. Но к невозможности иметь детей приводят разные заболевания. Например, у меня энцефалопатия смешанного генеза. Это патология развития головного мозга, которая видна на МРТ и не лечится. Поэтому заболевание у меня инвалидность. И при таком заболевании беременность противопоказана. Еще у меня непроходимость фалопиевых труб. Она лечится легко, хирургическим путем. Но что интересно, если врач мне сделает пастику труб, я забеременею, да. Но если в результате этой беременности меня парализует, я ослепну, оглохну или просто сдохну, то врач сядет в тюрьму как за ненесение вреда здоровью, неправильным лечением. В связи с этим вопрос. А можно ли мне эту жидкость пить? Ну, судя по действующему веществу, данный святой источник решает проблему подачи воды в старости исключительно снабжением этой самой водой. Будем надеяться, что вода чистая и пить ее можно. Да, но с водой у нас вроде все в порядке. Хорошо. Ну, с водой все в порядке, это когда мы в Москве. А вот когда мы на дачу, то надо полтора километра в деревню за водой ходить. А осенью тележка уже не проезжает, санки еще не проезжают. Ну, да, поэтому дачники и не едут в деревню зимой. В основном из-за того, что водопровод отключен. У всех и дома теплые, и с отоплением все в порядке, а без воды-то неуютно. Наши предки, они постоянно в таких условиях жили. И при этом у них не было вот таких вот пластмассовых легких бутылей. Воду носили в тяжелых деревянных ведрах. Другими словами, доставка этого самого стакана воды требовала вложения большой и тяжелой физической работы. Да, а кто же раньше подавал воду бездетным старика? А современным людям, которые привыкли жить в отдельных квартирах, довольно трудно представить, что наши предки жили довольно кучно. То есть, в доме богатого человека жили слуги. А крестьяне, они жили общиной. То есть, крестьянская община совместно владела землей. Эту землю делили между семьями по количеству мужчин. И также община занималась обеспечением жизни своих нетрудоспособных членов. Потому что смертность была высокая, травматизм высокий. И даже если кто-то и нарожал по молодости много детей, то не факт, что кто-то из этих детей доживет до старости своих родителей. Как-то так. Тем не менее, исторический факт, что на Руси дети для стариков и воду носили, и хлеб жевали. Да, было такое. Но этим занимались именно дети от родческого возраста. Они здоровые мужики и бабы. Дети занимались этим, потому что им нельзя было поручить другую, более тяжелую или более серьезную работу. А, ну может быть, стакан воды – это метафора? Имеется в виду, что дети будут помогать своим престарелым родителям, так? Ну, может быть и так. При условии, что на дворе средневековье ведется натуральное хозяйство, затраты на содержание ребенка – это мешок зерна, и семилетний отрок уже начинает приносить пользу семье и обществу. А в современном обществе совсем не так. Надо сначала вложить в ребенка много-много-много денег на воспитание, на лечение, на обучение. И далеко не факт, что после всего этого он найдет работу и сможет содержать хотя бы самого себя, не говоря уж о своих престарелых родителях. То, что хорошо работало 200-300 и раньше лет назад, сейчас уже не работает. Обществу не нужно столько много носильщиков воды, жевальщиков хлеба, пастухов-скотины и плетельщиков лаптей. Времена меняются. Ну, это да. А если хорошо воспитать ребенка-то? А кто ему будет платить деньги за это хорошее воспитание? Если образование хорошее дать, это тоже не поможет, потому что перестанут требоваться на рынке труда специалисты этого профиля, и никому не нужно это образование. Как-то так. Зато за лекарства старикам понадобятся деньги. А они этих деньги вложили своих детишек непутевых, которые безработные по улицам где-то шляются. И дай бог, если их хоть в тюрьму посадят, что ли, тогда их хоть кормить не надо. Государство их кормить будет. Да, а еще детишкам надо где-то жить, и не получается в старости жить за счет сдачи в аренду жилья. Да, так эти детишки еще в эту квартиру к родителям кого-нибудь противоположного пола притащат, чтобы с ним жить. Ну да. Хорошо, вот противоположного пола, то есть своего пола могут притащить. Нарастность же тоже меняется. Угу. Да. Так что снижение рождаемости и нежелание людей заводить детишек имеет под собой вполне объективные материальные причины. Да, а коварные человек-фрики – это не засланные масонами-диверсанты, а люди, которые осознают, что дети в семье приносят не только больше вреда, чем пользы, но и не факт, что найдется им место в данном обществе. Умные люди, однако. Кстати, среди американских чайлуд-фриков очень много христиан, потому что они видят спад производства в своей стране и понимают, что из этого следует то, что их детям прямая дорога в криминал. А лучше вообще не будет ребенка, чем он вырастет бандитом. Или тунеядцем. Другими словами, неизвестно, что лучше в старости некому стакан воды поднести или испортить молодость себе, подарить своим детям такую жизнь, за которую они спасибо не скажут, а потом еще самое обидное – и в старости пить не захочется. Или захочется пить, но не буду. На этом мы прощаемся с вами. С вами были семьеведы-любители Колян Платков и Лена Магадан. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи на канале Платоче Г. До свидания. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok